Всем привет! После неплохого завершения 2021 года рынок двинулся вниз. За прошедшую неделю основные индексы потеряли от 1,5% до 4,5% своей стоимости. Оставайтесь с нами и обязательно узнаете итоговые и прогнозные показатели первой торговой недели года и перспективы года в целом. Нам есть что рассказать, смотрите и делитесь своим мнением в комментариях. Начнем с промышленного индекса Dow Jones. Как и для всего фондового рынка, первая неделя января для индекса обернулась потерями. Котировка полетела вниз в день публикации протоколов декабрьского заседания ФРС. В итоге Dow Jones катился до отметки в 36 070, потеряв 1,5%. Несмотря на не самое удачное начало года, аналитики считают, что на этой неделе индекс вернет утраченные пункты. Очевидно, что инвесторы будут проявлять осторожность, по крайней мере, пока не выйдут данные по инфляции в США, которые могут стать дополнительным аргументом для более скорого ужесточения монетарной политики. Исходя из сохраняющегося давления на рынке, прогноз для Dow Jones на ближайшую неделю выглядит как умеренный рост до 36 500 пунктов. Отчет о заседании ФРС закономерно отразился и на S&P 500. Фондовый индекс стремительно скатился вниз и потерял 2,5%. За неделю котировка скатилась с отметки в 4780 до 4670 пунктов. Говоря о дальнейших перспективах, аналитики прогнозируют восстановление индекса, но опять же умеренное. Радужный прогноз о росте индекса до 4950 пунктов уступил место более скромным ожиданиям. Сегодня потенциальный максимум недели – 4750 пунктов. Крайне неудачным начало года выглядит и для NASDAQ. Индекс и без того постепенно снижался еще с конца 2021 года, а за последнюю неделю ситуация резко усугубилась. Масштабная распродажа акций технологических компаний привела к тому, что NASDAQ слетел до 14940 пунктов, утратив 4,5%. Согласно аналитическому прогнозу, его тоже ждет восстановление и, возможно, неполное. По прогнозу аналитиков, максимум будущей недели – это рост до 15500 пунктов. Отметим, что начало 2022 года вполне совпадает и с общим видением движения фондового рынка в этом году. Но перед тем, как представить прогноз, предлагаем подвести и краткий итог 2021 года. Он для главных индексов рынка США выдался достаточно удачным. Показатели 2021 рекордные – от 20 до 25% роста по Dow, NASDAQ и СНП. Кроме того, после минимальных значений в первую волну пандемии с марта 2020 года индекс S&P 500 вырос более чем на 100%. Что касается года 2022 года, то рекорды и высокие показатели по мнению аналитиков остались позади. Большинство экспертов сходятся во мнении, что рост будет составлять не более 10% по индексам. Или даже по итогам года мы получим минус. В пользу такого прогноза говорит и ужесточение монетарной политики ФРС. Сейчас регулятор сокращает вливание в рынки ликвидности, при том более быстрыми темпами на 30 млрд долларов в месяц вместо планировавшихся 15 млрд. А также предполагается полностью свернуть программу поддержки роста экономики уже в марте месяце. Именно на это время эксперты прогнозируют первое повышение ставки ФРС. Все эти перспективы оказывают сильнейшее давление именно на фондовый рынок. Таков прогноз аналитиков, а как поведут себя инвесторы покажет время и, конечно же, наш канал. Напомним, основные индексы США на грядущей неделе ожидают восстановления, так считают эксперты. Ну а вы традиционно можете поделиться своим мнением в комментариях под этим видео. Следите за движением рынков вместе с нами, подписывайтесь на наш канал и оставайтесь в курсе самых главных новостей и самых актуальных прогнозов на финансовых рынках. На сегодня это вся информация относительно фондового рынка. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова